В эфире «Выход цвета» и я, Матвей Мельников, приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. И прямо сейчас для вас вся самая интересная информация о значимых событиях. Как говорил Максим Горький, мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой. О чем это я? Ну, конечно, о науке. Кстати, под таким названием с 21 по 25 апреля пройдет фестиваль науки. Фестиваль науки, кстати, проводится в Калининградской области уже в третий раз. В этом году он совпадает с празднованием 70-летия высшего образования в Калининградской области, бываю имени Мануэллы Канта, и проведением в регионе финала Всероссийской олимпиады школьников по математике. Заявленная тема фестиваля, кстати, «Точки роста» означает, что большая часть лекций, мастер-классов, научных ток-шоу и круглых столов будет посвящена новым технологиям, в том числе и в атомной промышленности, материалам и новым возможностям развития отечественной науки и экономики. Подробное расписание и формы для регистрации можно найти на сайте фестиваля науки «Кстати» клгд.кстати.дефисфест.ру Психологическую драму Островского «Беспреданница» режиссер-постановщик Сафонова трансформировала в музыкально-фольклорную драму, раскрыв катастрофу с человеческой натуры не только через характеры персонажей, но и через цыганские песенные мотивы. «Беспреданница» — единственная пьеса Островского, в которой выведена на сцену цыгане. Режиссер-постановщик Сафонова также делает особый акцент на цыганские мотивы. На сцене то и дело появляются цыганки, вольный народ, страстный и опасный, как сама природа. Столкновение персонажей пьесы Островского с жизненными обстоятельствами, с ближним окружением приводит к трагическому финалу. А кто герой, способный на поступок, кто злодей, кто жертва, решать зрителю. И в продолжение музыкального настроя предлагаем всем окунуться в радужное настроение, которое с радостью вам устроит «Янтарь-холл» в Сетлогорске. В театре эстрады сольный концерт Алексеева с презентацией альбома «Пьяное солнце». Пройдет впервые 22 апреля в 19.00 на сцене «Янтарь-холл». После концерта состоится автограф-сессия. Алексеев – финалист украинского шоу «Голос страны». Наставницей Никиты была знаменитая певица Ани Лорак. Она и сейчас продолжает оставаться наставником. А ее ценные профессиональные советы помогают певцу самосовершенствоваться. Также вы увидите день рождения Европы Плюс Эльвира Ти, Платинум, пятница, 21 апреля, 23.00. Отмечаем день рождения радиостанции номер один в России вместе с восходящей звездой отечественной поп-сцены Эльвира Ти. Сюрпризы и подарки от ведущих радиостанций. Отличная музыка от резидентов клуба «Платинум» на двух танцполах, а также яркое выступление Эльвиры Ти. Эту вечеринку нельзя пропустить. 22 апреля, суббота, 18.00, Калининградская областная филармония. Концерт в рамках Международного музыкального фестиваля «Янтарное жерелье». Лауреаты международных конкурсов «Рояль, орган и танец» Анна Ушакова, фортепиано, хироко и ноуа, орган, марина деа фламенко, танец «Испания». Пятый гастрономический фестиваль «Крупная рыба-2017», город Светлогорск. К воскресеньям 23 апреля 11.00. 23 апреля в курортном Светлогорске на площадке у театра эстрады «Янтарь-Холл» состоится пятый юбилейный гастрономический фестиваль «Крупная рыба». Широкий ассортимент рыбных блюд и специальные предложения от рестораторов. Приятные скидки на проживание от отельеров. Разноплановая культурно-развлекательная программа, учитывающая интересы и детей, и взрослых. Вот основные составляющие праздника, уже ставшего традиционным для Светлогорска. Ну а прямо сейчас самое красивое мошенничество в мире. Камера, мотор, поехали! Пристегните ремни, гонка продолжается. После успешной операции по поимке «Декарта Шоу» команда Доминика Торетто отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь агенту правительственной службы под кодовым именем «Мистер Никто» разобраться с новой проблемой. Прежде чем состоится самая крутая гонка в истории «Большого яблока», им придется побывать на Кубе с промежуточной миссией. На помощь Торетто приходит новый сотрудник из силовых структур. Ну а противник в этот раз очень необычный. Это очень умная, расчетливая и чертовски соблазнительная злодейка в исполнении Шарли Стерон. Мадо – самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть, и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладываются у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама. С вами был Матвей Мельников, до новых встреч, увидимся!